Доброго времени суток! Сегодня мы делаем расклад на определение магического воздействия. Елизавета, мы смотрим, была ли магия со стороны женщины, загаданной на вашего супруга. Дело в том, что в прошлом гадании выпала у нас карта, которая может косвенно обозначать в том раскладе магию, произведенную в данном случае. Но наша задача на сегодняшний день уточнить, действительно ли эта карта в том раскладе обозначала магическое воздействие, или, возможно, это действительно просто освещение ситуации и позиция, которая обозначает не волшебство, не магию, а просто бытовые какие-то проявления. Первое, что мы смотрим, это была ли магия в отношении вашего супруга не с вашей стороны, то есть со стороны другой женщины в период апрель-май. Ну, вы знаете, мы, наверное, посмотрим так. В период с начала апреля до начала сентября, до первого сентября было ли магическое воздействие на вашего супруга? Я взяла сегодня полутемные колоды, которые хорошо именно проявляют магические воздействия, которые или есть, или которых нет в данной ситуации. Вот сейчас мы смотрим в прошлом, была ли магия в обозначенный период времени. Да, была магия, и была магия церковная. Вот смотрите, что у нас получается. Во-первых, у нас карта Страшный суд выпадает, но она в прямой позиции. Я обычно карту суд, если она одна встречается, то есть вот если все остальные карты хорошие, и выпал бы только у нас суд. Я бы сказала, что магии нет или магия совершенно не удалась, потому что, ну, в основном суд перевернутый, то есть такой вот неправильный какой-то суд, он может еще показывать какое-то магическое воздействие. В случае, когда он в прямом положении и не подтвержден другими картами, какими-то плохими, то я могу сделать вывод, что магии не было. Но у нас сложатся еще и две плохие карты. Относительно плохая карта одна и две еще плохие, которые обозначают магическое воздействие из четырех. Я могу сказать больше по этим картам. Мы сейчас их немножечко раскроем дополнительной колодой, для того, чтобы посмотреть, какого характера было вот это воздействие. Воздействие, скорее всего, прошло через храм, то есть через какой-то ритуал в храме. Возможно, были поставлены свечи, возможно, была вознесена какая-то там, ну, не какая-то там, а определенные молитвы. Я не буду, конечно, это все озвучивать сейчас, потому что, знаете как, вокруг дураков много, которые нахватаются вершков и начинают делать, скажем так, некоторые вещи, которые не нужно делать в жизни, за которые придется отвечать. Поэтому сейчас мы смотрим именно, даже две карты вот просятся, каков характер данного воздействия и на что направлено было вот это воздействие, которое было у нас через храм. Сейчас мы будем смотреть в данном раскладе. Мы открываем те карты, которые раскрывают нам башню. И здесь я могу сказать, что эти карты говорят нам о том, что вот это было сделано, то, что было сделано, и возможно, не только в храме, на расставание, на то, чтобы разрубить ваши с супругом отношения. То есть вот это идущее колесо застопорить, остановить и нанести вашим отношениям урон. То есть ничего здесь хорошего не было. Более того, вполне возможно, было каких-то два источника магии. Что касается церковной магии, тоже мы посмотрим, что нам раскрывает. Ну вот смотрите, магия была сделана, причем это был, не просто была какая-то молитва со стороны дамочки, которая пришла в храм, а она обращалась по всей видимости, если она сама не занимается этими вещами, то она вполне возможно обращалась к человеку, который на такой вот начальной стадии, такой середнячок неплохой, который мог ей сделать ритуал. Ритуал был проведен правильно, эта карта нам говорит Тройка Пентакли именно об этом. То есть работа тоже, видите, как будто бы у окна храма, и в них пропиливается человек. Человек, ну в общем-то вроде бы изображен мужчина, напоминающий мужеподобную женщину. Также это могла быть пожилая женщина, которая делала все, то есть это возраст в районе 60 и старше может быть. Что мы еще видим? Мы видим, помимо всего прочего, что помимо разрушений на вашу, то есть происходило в два этапа. Сперва разрушение шло на ваши отношения и ваше благополучие, а затем шла привязка, потому что здесь мы видим пару, здесь уже приворот церковный получается, то есть здесь мы видим пару. Женщина делала на соединение ее с мужчиной, на победу, чтобы его в клеточку вот такую вот взять. Это то, что показали нам сегодня карты. А мы сейчас посмотрели то, что было сделано. Сейчас мы посмотрим влияние на сегодняшний момент. То есть то, что сделано, это получилось. Но я думаю, что в сегодняшний момент, это мое такое, скажем так, предварительное мнение, что поскольку делал середнячок, который, в принципе, основы магии знает и ритуал провел правильно, то зацепить могло вашего супруга по этой линии. Еще бывает, говорят, что это сделано там, допустим, на смерть, когда видят карту башни. Но я вам могу сказать, что здесь, в принципе, смертью не пахнет у нас. Здесь именно было сделано на разрушение ваших отношений, именно в таком порядке, а затем на воссоединение с любимым человеком. Для нее любимым человеком. Это та женщина, скажем так, через кого-то не самостоятельно. Если она не обладает такими, скажем так, познаниями, умениями, если она не работает в этом направлении, то есть не просто она книжку почитала и пошла, это может быть она самостоятельна, если она занимается действительно данными практиками и ведет прием людей, ведет работу в этом отношении. Если нет, то обращалась к другому человеку. Что на вашем муже есть на сегодняшний день? То есть какие-то, может быть, есть последствия от того, что было сделано на тот период времени, и мы посмотрим последствия. Много карт не выкладываю, потому что среди 22 арканов достаточно много карт, которые могут означать, скажем так, негатив магический, и если из 22 старших арканов вы выложите 10, то у вас 100% конечно негатив покажет. Мы так делать не будем, потому что цель не запугивания, а прояснения ситуации действительно. Что нас... Ну вот смотрите, у нас опять вылезает та же самая башня, которая была в прошлом раскладе. Она приходит опять. Также говорят очень часто, что по отшельнику есть магическое воздействие, но я вам могу сказать, что у меня по отшельнику магии не выходит. Я могу сказать, что магия на сегодняшний день уже ослабла, то есть на нее ложится умеренность, но умеренность также означает, что достаточно долговременное воздействие. Вот то, что было на приворот, как будто бы отошло на сегодняшний день уже, а то, что было на разрушение ваших отношений, оно до сих пор еще продолжает эти ваши отношения, как будто бы есть изнутри. То есть впоследствии, что нам хотят сказать карты. Да, показывают женщину. Женщину, которая делала это. Женщина, либо имеющая отношение к каким-то властным структурам. Я не знаю, где работает ваша соперница. Это полиция, милиция. Все то, что связано с погонами. Также может означать женщину в состоянии развода. И женщину, которая может иметь отношение к медицине. То есть я хотела спросить у карт, что у нас сейчас кто сделал и как влияет башня на сегодняшние ваши отношения с супругом. Карты, не спрашивая меня ни о чем, выдали нам даму мечей. То есть они нацелены на то, вот эти воздействия, чтобы сделать вас бывшей женой. Потому что по королевам мечей, помимо мною озвученного, еще и выходят бывшие супруги. Раньше считалось, что в основном всегда это вдова. Но нет. В настоящее время, в настоящий период, когда хорошо уже развита у нас медицина в 21 веке, не так много вдов мы встречаем. И не так много вдовцов, как их было раньше. А в основном эти карты вложатся просто на развод. То есть на разрушение ваших отношений. На то, чтобы вы стали бывшей, а не нынешней действующей супругой, скажем так. То есть что на сегодняшний день влияет, какое воздействие есть от этой башни, от этого разрушения сегодня, мы посмотрим. Ну и вот, смотрите, у нас ложатся еще карты, тем более даже из 78 арканов выпадает аркан луна, который напрямую говорит тоже о магии, о магии, скажем так, на любовь здесь. Мы видим, что воздействие есть на короля, то есть на мужчину, на вашего супруга, и на вас, чтобы сделать вас все-таки бывшей, а не нынешней. Ложиться на это луна. Да, воздействие на разрушение на сегодняшний день есть, оно продолжает быть, оно продолжает как будто бы переходить из месяца в месяц. А если, сейчас я сделаю следующий расклад, то есть если ничего не делать на данный период времени, то будет ли это влияние как-то ослабляться, или на протяжении ближайших 4-6 месяцев оно так и будет оказывать воздействие на вашу семью, на вашу личную жизнь. Сейчас я собираю карты, заряжаю их и спрашиваю о будущем. Какого характера может быть влияние на вашу семейную жизнь с супругом, если оставить все как есть? Если вы не будете предпринимать никаких действий для снятия, для, скажем так, избежания, для погашения данного негатива, то вот что вам в таком случае грозит, при этом вам как паре? И мы смотрим на ближайшие 4-6 месяцев, то есть до конца года, на начало прошлого года, что может происходить в таком случае, то есть какой негатив может при этом присутствовать. Ну и вот смотрите, что у нас получается. С одной стороны, уходит за это время разрушение. Вы являетесь достаточно сильным энергетическим человеком, поэтому, скажем так, разрушение вашей семьи в полной мере не произойдет. То есть я не вижу здесь карты, которая могла бы означать действительно развод и финал ваших отношений. Но однако это может воздействовать следующим образом. И это перекликается с раскладом, который мы с вами делали просто, на ваши отношения с супругом. Вспомните или пересмотрите этот расклад, и вы увидите, что для вас опасностью является опять любовный треугольник и наличие любовницы в жизни вашего мужчины. Я могу сказать, что муж не уйдет от вас по данным картам в ближайшие полгода, но вы будете хлебать большой ложкой, скорее всего, вот те самые последствия наличия в его жизни еще одной женщины. Сейчас мы посмотрим угрозу, то есть какие на практике, какого характера могут быть последствия в ближайшие полгода, и какова будет характеристика именно их отношений как влюбленных. Потому что вы же видите, что здесь даже на карте, на алтарном камне, лежат у нас мужчина-женщина и вполне определенным делом занимаются. Вот к чему ведет. Причем это ведет именно через жрицу, через женское воздействие, через магию, потому что жрица это тоже магия. И магия зачастую любовная, магия приворотов, магия, которой занимается не жена, а любовница. Обычно у меня ложится так. Итак, угроза в отношениях. Ну и здесь у нас опять ложится, вот смотрите, сейчас этого любовного треугольника нет, но есть давлеющее воздействие. То есть сейчас выжидание подходящего момента в ваших отношениях для того, чтобы пробить вашу защиту, разбить вот это зеркало, да, и войти опять в тройки кубков, которая у вас выпадала в вашем личном раскладе на отношения. Тройка кубков как любовный треугольник, потому что у нас лежит здесь рядом еще влюбленные. Они между собой практически идентично выпадают в раскладах на эту тему. И воздействие, которое будет в будущем. То есть колесница говорит нам о том, что вот оно ожидание нужного момента, пробитие вашей защиты и снова возобновление любовного треугольника с его прогрессированием. То есть мы увидеть можем опять то, что эта женщина возвращается в жизнь вашего мужчины. Каким образом могут проистекать вот эти вот последствия в их отношениях? Что это будет? Ну, вы знаете, это не будет, скажем так, серьезный действительно такой, это не будет причиной ухода мужчины из семьи. Но вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что это, естественно, испортит ваши отношения. И мужчина даже будет, ну, вы знаете, как в определенной ситуации, не считать нужным скрывать вот эту игру, которая ведется. Более того, может вот эта дамочка пытаться каким-то образом для вас проявить себя, для того, чтобы пошатнуть ваше равновесие, скажем так. Но в любом случае мы видим, что человек, что ваш супруг, даже будет способен на достаточно неприятную правду в этом отношении. И ваш супруг может даже дойти до той степени, когда будет говорить, «Да, я ухожу периодически куда-то, и что? И что ты будешь делать?» То есть вот такой расклад, которым мы посмотрели прошлое, которым мы посмотрели настоящее, и которым мы посмотрели в дальнейшем возможные влияния в будущем. Я могу вам сказать, что в прошлом, да, действительно были воздействия. Более того, та самая карта, которая говорит о разрушении ваших отношений, она присутствует в настоящем, и в будущем все это трансформируется в действительно либо свежую порцию магии, которая приведет обратно к любовному треугольнику, ну, либо, скажем так, к каким-то событиям, благодаря уже проведенным магическим ритуалам, которые послужат причиной, и которые будут подпитывать данный любовный треугольник и ухудшать отношение супруга к вам. Что я могу сказать? Ну, действительно, карты выпали однозначно, потому что, смотрите, в принципе, в колоде много хороших карт, которые, например, не говорят о магии, да, вот, что у нас может говорить о магии? У нас вот уже сказал нам Иерофан, что это делали через храм, дьявол, башня, повешенный частично тоже говорит. Все остальные карты, например, кроме луны, можно трактовать как хорошие, но эти вот хорошие карты, они нам не выпали сегодня. Хотя, в принципе, вы видели, что на глазах у вас перетасовывались колоды и что выкладывались эти карты в произвольном порядке. Поэтому, что я могу сказать? Снимать, конечно, это можно, потому что без какого-либо воздействия с вашей стороны, без защиты какой-то с вашей стороны, хотя вы очень сильная женщина, эта защита может быть как-то, скажем так, преодолена, и вы получите вот этот результат в будущем. То есть в срок до Нового года, до начала 2018, где-то может быть вот такой вариант развития событий. Поэтому, в принципе, помогать в этой ситуации можно, снимать это можно, но я думаю, что об этом мы уже пообщаемся в личных сообщениях, потому что большую часть ритуалов, конечно, я не обнародую. Она для узкого круга людей. Почему не обнародую? Для того, чтобы при связи с опасными ритуалами люди не начали просто так бездумно их выполнять, этим нанося вред окружающим и в том числе нанося вред себе. Я надеюсь, что все сложится благополучно и могу сказать, что, в принципе, магия среднего какого-то уровня, то есть катастрофического воздействия, какого-то с очень сильным магом, по крайней мере, как я его вижу, не наблюдается в вашем случае. Я желаю всего доброго, удачи, до встречи!